Почти третьи сутки тушат пилораму под Красноярском районе поселка Шуваево. Опилки загорелись в субботу около 7 вечера. Огонь за короткое время охватил 500 квадратных метров. Меньше чем за сутки площадь возгорания увеличилась в 10 раз. Пожар настолько масштабный, что сроки, в которые с возгоранием удастся полностью справиться, не берутся сказать даже пожарные. Подробности в сюжете далее. Жалобно скулящий ног выбежал из дымовой завесы на лесопилке в районе поселка Шуваево. Семеня маленькими лапами пес побрел место побезопаснее. Здесь, на пилораме, уже третьи сутки тушат пожар. А началась беда с небольшого дыма в субботу около 7 вечера. Те, кто в тот момент были на лесопилке, и предположить не могли, в какие масштабы это перерастет. Но полностью потушить не удалось. За короткое время отходы, стружку опилки, обрезки досок и кору на площади 500 квадратных метров охватило пламя. Походу лямам не отделаются. Уже к утру воскресенья огонь разошелся на 900 квадратов. К вечеру площадь возгорания увеличилась еще значительнее, составила уже 5000 квадратных метров. Всю территорию лесопилки заволокло дымом. Его клубы поднимались в небо, огонь был виден на Емельяновской трассе и даже в городе. Жители Солнечного сняли на видео пламя, из которого валил густой дым. Сейчас отходы лесопиления все еще тлеют на свалке и периодически загораются. Опилки находятся в котловании и залегают на глубину от 2 до 5 метров. Тушение осложняет то, что часть из них тлеет под толстым слоем льда. Когда удастся полностью справиться со стихией, не берутся сказать даже пожарные, предварительно может гореть от нескольких дней до пары месяцев. Огнеборцы круглосуточно находятся на месте. День одна смена, ночь другая смена. Так караулим. Ну как минимум месяца 2-3 точно будет. Если будет месяц дожди, снегом, то это быстро потушится. В течение месяца. Если нет, то вот только смотреть все это и следить. Сложности, условия погоды. То, что еще все во льду, внизу лед и пробить водой тяжело. В самый пик пожара в воскресенье вечером тушили древесные отходы 33 человека и 15 машин. В пожаре никто не пострадал и угрозы населенным пунктам нет. Но причина, из-за чего началось столь масштабное возгорание, причем даже предварительно, пока неизвестно. Местный охранник недоумевает, как такое могло произойти. Да такого не было. Некурящие тут все. Так что специально никто не мог поджечь. Однако это предстоит выяснить специалистам. Тем временем возгоранием заинтересовались в Министерстве экологии и уже нашли серьезные загрязнения в воздухе. Уже установлен собственник земельного участка. Проводятся замеры атмосферного воздуха. Уже установлены превышения по фенолу, формальдегиду, этилбензолу. Результаты, подтверждающие загрязнение окружающей среды, направят в правоохранительные органы. Там будет принято решение, есть ли состав для возбуждения уголовного дела.